Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это третий тур моего седьмого дуэльного турнира. Я играю против человека под ником Хаос. Тоже я с ним раньше играл и вы могли видеть мои видео против него. Правда, ФФА дуэли по-моему не было. И более того, в прошлом туре Хаос обыграл Сириуса. Тоже очень сильный игрок в принципе, в дуэльном рейтинге довольно высоко. Стоит. Так что игра может быть, точнее должна быть интересной. Ну и прежде чем приступить конкретно к игре, будет врезка того, как мы выбирали нации. Так, ну вот какие нации нам на выбор появились. Я игрок номер два, поэтому у меня Сиам, Монгола, Сирия и Марокко. Ну давайте размышлять. Карта у нас Малые материки, то есть считайте это два континента. Как всегда такая морская карта. Кто первый выйдет в Голиасы или Фрегаты, тот и победит. Из представленных здесь наций, по идее, у меня я игрок номер два. По идее единственное, кто более-менее что-то может дать, это Сиам. У монголов кешики на морской карте не будут работать и... Ну вот видите, мой сопер написал, что он берет в Голландию. И захват городов-государств тоже не работает, потому что у нас нету городов-государств. А Сирия тоже бесполезна вообще. У Марокко посылать караваны некуда. Получается Сиам, потому что, ну, слоны тоже вряд ли помогут, а вот уникальное здание, университет, который в ад, который будет давать еще и культуру, на этой карте может пригодиться. Потому что может помочь быстрее в Exploration выйти и там, например, рационализм принять. То есть культура никогда лишней не бывает. Так что я, пожалуй, возьму Сиам. Ну, Сиам неплохая нация. Тем более, что я тут еще подумал, мы играем на карте Малые континенты. А эта карта предполагает, что мы можем оказаться на одном континенте. Мы можем оказаться на одном континенте. И я подумал, что слоны, конечно, будут очень неплохи в этом случае. Если наземно придется с кем-то, с моим соперником драться. Ну, прям не так уж фонтан-место. Я вот просто думаю, может мне вот сюда поставить, чтобы можно было проплывать между морями. Очень часто это, ну, очень неплохая идея. Тем более, что здесь, например, столица с двух сторон атакуется. Но, если я сюда отойду, то я, например, уйду от бананов. У меня не так классно будет начальное развитие, потому что у меня будет просто два яблока. А сейчас у меня вначале есть два яблока, молоток, золото. Потом сразу будет два яблока и золото. То есть расти будет лучше. Но стратегически, например, вот лучше тут, конечно, находиться. С другой стороны, у меня тут такая закрытая бухта. То есть если он сюда проплывет, это я явно что-то проигрываю и делаю не так. Еще можно вообще пойти вот сюда, на холм встать. Смотрите, тут будет три еды сразу. Слушайте, а может так и сделать действительно? У меня там больше... Вон, видите, он тоже не ставит город. А тут место-то получше. Давайте так и сделаем. Ну, неплохо тут. Как у меня сейчас будет на дрожжах город просто расти. И на холме находятся, и тут холмы еще есть. Нормально, это я правильно пошел. По моему скромному мнению. Вот, он уже на этом ходу поставил город. Ну и тут очень сложно, кстати, атаковать. Будет меня. Что, посмотрим. Вот я уже вижу, как и тут неплохие внизу места, потому что там и есть роскошь. Единственное, что я ушел. У нас стратегический баланс. Тут могут быть железо и лошади вот в этих местах где-то. Кстати, давайте сразу мы и начнем с железо лошадей, потому что брать пантеон мне тут не на что особо. Даже на лодке я не вижу тут ничего хорошего. А, вот оно что, Михалыч. Это мне не очень нравится. Я думал, тут соединено. Блин. Не хочется мне в оптику опять ломиться, чтобы сюда плыть. О, тут какой-то проход. Может, тут что интересного будет? Так, ну, теперь можно посмотреть в демографии. О, тут что-то интересное. Что у нас? Значит, с едой у меня больше, производства у меня больше и денег у меня больше. Прямо не место, а сказка, похоже. Если тут будет какой-то еще ресурс роскоши оригинальный, то, конечно, вот тут очень неплохо город поставить. Так, давайте-ка мы еще одного воина построим. Потому что тут агрессивные варвары, я вам напоминаю, у нас. Мы играем на картах с агрессивными варварами. Так, следующим ходом добавится. Так, куда мне лучше прыгнуть, смотреть? Ну, давайте сюда. Так, тут рыба. Ну, вот вполне он может быть где-нибудь здесь, понимаете? Так, что у нас с лошадьми? О, лошади у меня рядом. Это хорошо. Так, мне нужна вырубка. Так. Давайте, наверное, пока я планирую, конечно, в традицию идти, если я его не встречу. Не, ну тут хорошие места. Если бы тут еще какой-нибудь ресурс роскоши был, я вообще не задумываясь сюда бы пошел. Так, что это выглядит. То есть, например, вот тут можно поставить... А, вот видите, вот это озеро. Это озеро, а не море. Так, ну я расту быстрее него. Он, кстати, по-моему, скаута построил, судя по всему. Да, ну мне не нравится. Ну, с другой стороны, у меня здесь два ресурса роскоши есть. То есть, для двух городов хватит, а третий, например, я вот тут поставлю, предположим. Так, майнинг я открыл. Пошли в календарь. Вообще, конечно, еще железо неплохо бы. О, отлично. Вот тут надо ставить город. Все. Все теперь решено без возврата. Отлично. А вон и мой соперник. И мы на одном континенте. Интересно, он пошел. Ну, правда, сейчас не видно, он даже у меня еще не видит. А, он в традицию пошел. Ну, окей. Я, в общем, в более выгодном положении получаюсь. Так, три-три-два. Ну, варвар пришел. Мне важнее застолбить это место, чем там с варварами. Я не думаю, что мне варвары сильно будут мешать. Сейчас я до четырех вырасту и сразу начну посела строить. Тем более, у меня тут еда есть. То есть, даже если варвары будут становиться на производственные клетки, меня посел должен быстро построиться. Идти, правда, долго будет, но... Оно того стоит. О, боже. Что-то тут... Варваров дофига становится. Так, встанем здесь. Так, календарь. Ну, да, шоколад я тут обработаю. После календаря надо бы бронсворкинг. Так, или давайте лучше лучников, а потом бронсворкинг. Да, варвары тут. Ну, видите, все равно есть те клетки обрабатывать, которые мне дают производство. Ага. Так, тут мы встанем в оборону. И тут я, наверное, встану в оборону, потому что я засвечиваю все клетки. На ресурсе очень вряд ли могут появиться варвары. Так что вряд ли они мне будут мешать. Или, блин, отойти лучше. Давайте лучше отойду. Вот так. Шесть ходов. Так, производство, производство, производство. Пять. Отлично. Я думаю, мой соперник вряд ли вырос. Да. Ну, видите, он посева строит тоже в любом случае. У меня, слава богу, можно будет и морские караваны отъедать. Но, знаете, тут с агрессивными варварами пускать морские караваны... Ну... Опасное дело. Тут очень хорошо, что отсюда вот он, например, атаковать не сможет. Потому что у него будет считаться город, стоящий на озере. Он даже не сможет там никакие, ни морские юниты... Ну, я к тому, что если у него стоит тут город, вот на этом озере, например. Вы можете сказать, что зря ты ставишь, тут может быть город. Нет, нифига. Города там быть не может. Так, три хода. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ходов идти будет. Тут он ничего не разведывал. То есть, я уверен, что... Мы же видели его аж вот тут. То есть, я, например, уверен, что он сюда не поведет своего посела. Там где-то лагерь варварский надо пойти разорвать. Теперь вот вопрос, конечно, сейчас очень будет важна разведка, после того, как я второй город поставлю. Потому что вопрос будет идти ли мне по верхней ветке в Голиасы или пойти в своих слонов. Понимаете, да? Тут, ну... Вообще, конечно, местность такая не очень проходимая. Тем более, он тоже пошел в традицию. То есть, я не боюсь, что меня будет тут своими юнитами, ну, городами как-то подпирать. То есть, в этом плане я очень грамотно выбрал нацию. Так, пока прокачивается дуболом на лучнике. Так, ну, что тут у него? Ну, не знаю... А, ну, он вышел, вот, видите, в библиотеку. Ну, не знаю, насколько это правильно в данном случае. Потому что здесь уже не так важно первыми... Первому выйти в Голиасы. Потому что... Мы уже на земле встретились. Я могу моими слонами к ним убежать и нагибать. Так, мне, кстати, неплохо зайдет пантеон... Пантеон на плантации. Так что, в принципе, можно будет построить святилище, но чуть попозже. Сейчас нету смысла строить святилище, потому что у меня нечем, собственно, пока плантации строить. Вот, прокачался. Да, тут хорошее место для города. И ресурс есть, и еды куча. Ну, не сразу, правда, но есть. Лошадки. Так, хочу вспомнить, что там вообще эти сиамские слоны. Чем они так хороши? Чем они лучше просто рыцарей? У них бонус против рыцарей, например. Сила 25, а у рыцарей 2. Охо-хо-хо. Да, я вам скажу. Слоны сиамские это будет... Сурово. Так, давайте-ка лучников поднастроим. Блин, я вот сюда встану, этот лучник явно сюда подойдет. А мне вообще надо ресурс роскоши уже обработать до постановки города. Ну, эти, у меня лучника нету. Так, производство, 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 еда. Да, ну, походу, с местом мне намного лучше повезло, чем моего соперника. Ну, пока так выглядит, во всяком случае. Ага, не подходит. Начнем тогда обрабатывать. Видите, мне даже компьютер тут советуют ставить. Что я... Кто я такой, чтобы не доверять компьютеру? Ну, в прошлых двух турах, в первом и втором, у меня, конечно, трудовые были победы. Мне пришлось хорошенько поработать. Я считаю, что у меня места были хуже, чем у соперников. Может, здесь мне вот повезло в ответ. О, как хорошо. Даже варвары особо мне не мешают. Я вот просто думаю, что мне тут не стоит в этот раз брать честь, а побыстрее лучше закрыть традицию. Понимаете, тут такие территории, что не очень подберешься ко мне. То есть варваров может быть много, но им сложно ко мне подходить и меня напрягать особо. Так, что там у соперника? Ну, он армию построил. Возможно, у него там 6%. То есть он... Он, наверное, все-таки библиотеку строит. Ну, мне, честно говоря... Вот в такой ситуации, когда мы нашли друг друга и находимся на одном континенте, мне кажется, это не очень правильным решением. Так. Может, купить эту клетку, чтобы расти быстрее. Ура! Поставлю там, где хотел. Так, пойду пока обратно. Пускай он обстреливает тут меня. Три-три-три-три-три. Ага, вот тут лучше сюда переключить. Да, ну, блин, минус три счастья будет. Следующим ходом поставлю город. Наверное, я зря строю сейчас амбар. Давайте лучше так сделаем. И зря расту. Вот так. Важнее все-таки тут от варваров отбиваться. Тем более, что у меня сейчас не будет счастья расти. О, я прямо на железо встал. Это счастье. Ой, лучше бы я, кстати, потратил деньги на покупку железа. Ой, золото. Затупил. Видите, у меня тут производства сейчас нету. А купил бы золото и было бы производство. Но он, правда, через пять ходов, видите, добавится. Так, я раньше город поставил, чем мой соперник. Этот лучник моего дуболомчика Васю фигачит. Не, лучше городом. Этими лучниками я подойду. И этого лучника буду мочить. Так. Производство. Все на производство. Если вот так. Нет, лучше пускай. Даже вот так лучше. Пускай два золота дается. Так, шоколад у нас тут и пряности. Но мне еще... А, я уже открыл железо. То есть, обработка, вырубка джунглей. Я вот не знаю, может мне просто пустить наземные караваны. Я вот думаю, они морские. Потому что тут, вы же понимаете, будет куча варваров. С другой стороны, стоило бы, наверное, открыть триремы и посмотреть. Потому что пока, видите, мы варваров не видим особо. Так, чувачок. Куда ты тут бежишь своим скаутом? Так, три хода. Но пока можем на отъедание. Ну, как отъедание? Пять ходов. Не очень отъедание. И нужны ли мне вообще караваны, если у меня и так тут еды полно? То есть, у меня как бы эти два города, в принципе, очень неплохо будут расти и без караванов. Вот в чем дело. Ага, тут конец. Отлично. Как я правильно выбрал путь, куда сходить. Ну, хорошо. Давай тут постоим. Я не возражаю. Блин, надо было сюда подойти, чтобы тут не появлялись варвары. Так, письменность. Давайте три ремы откроем. Ну, философию пойдем. Интересно, строить мы соперника? А, он уже поставил город. Значит, он все-таки не строил библиотеку. А зачем он открыл письменность тогда? Ну, вот у него тут все на производство теперь стоит. Имеет ли мне смысл бежать за библиотекой? Двенадцать ходов, а так пять. Давайте мы просто библиотеку построим. Хм, там варвары стали его скаута напрягать, я так понимаю. Так, следующим ходом золото добавится. Ну, мы, наверное, подождем, когда вырастет город и начнем золото обрабатывать. Так, вот здесь мы переключим все на еду. Поздно появился. Так. Тут, я думаю, может купить бананы. Нет, пока. Или купить. А, сорок. Фиг, тогда нет. Тогда подождем. Вырастет до двух, я куплю бананы и будет обрабатывать бананы и золото у меня город. Так, давайте лошадей дообрабатываем. Будет у меня тут два... Знаете, что я вот лучше построю Стоунхендж вместо библиотеки. Не помешает. Что он там этот лагерь мочит? Может, он сюда хочет тоже город поставить? Может, и мне там стоит город поставить? А? Или он просто лагерь мочит? Вопрос, конечно. Ну... Интересно, конечно, какая у него там местность. Так. Сисича Налай вырос. Чувак мочит этот лагерь. Попробуем у него... его перехватить. Да, тут, конечно, у меня проблемное место. Там могут появляться варвары. И думаю, мне стоит туда поставить моего дуболома будет. Засвечивать. Тут у меня все нормально. Тут ничего уже не будет появляться. Блин. А я так хотел перехватить. Ладно, попробуем скаута убить. Я думаю... Я уверен, точнее, что варвар его проатакует. Так, так. Идем обрабатывать пряности. Ну, видите, пока города растут и без караванов, в принципе. Эх, не убил. Видите, я раньше проатаковал, чем он убежал, но не смог убить я его. Так. Все, засвечиваем местность. Тут строим Стоунхендж. Так, давайте Трирему, прежде чем Стоунхендж. Один ход полечимся. Все равно он не может сюда прыгнуть. Чего терять даром ход. Правильно? Так, тринадцатый. Ну, сейчас меньше станет, потому что я открою... Построю библиотеку. Да, елки. Начались рассинхроны. Так, загрузили сейф. Теперь я хост. Видите, он успел своего скаута теперь убрать. Ладно, ладно. Ага. Ну, вы знаете, тут неплохое место для города. Единственная проблема, что... Хотя будет добегать караван, почему нет? Есть ли, что я хочу все-таки построить нацколледж, а потом только третий город ставить? Блин, на три ремму забыл переключить. Ну, что за фигня? За это я не люблю эти все загрузки. Так. Тут все путем. Тут начинаем пряности обрабатывать. Что у нас открывается? Философия. Семь ходов. В принципе, нормально. Так. Этот пускай тут засвечивает. все путем. 5-2, если так, 4-3. Нет, я хочу быстрее три реммы все-таки построить. Так, тут... Ну, и тем более, что нам... У нас пока два счастья. Пускай лучше Си-Си Ченалай вырастет, а не Сукатай. Ну, производство. Я думаю, что он там все-таки библиотеку строит. Великую. Тут вот, походу, конец. Видите, тут такой... Хотя, может, тут... Нет, ну, все равно соединено одним этим. Вообще, надо три реммы, чтобы полностью проверить. Я хочу три реммы вот сюда отправить, поплавать. Возможно... А еще нам нужен рабочий. тут, может, и неплохие места будут, но раз мы на одном континенте, то лучше город ставить, собственно, на этом континенте, чтобы, если что, наши юниты быстрее бежали. А Стоунхендж, потому что вот на этих картах очень важно религия, потому что морские юниты распускаются, если минус по деньгам, то есть в плане нужна религия для денег. Так, пускай так. Семь ходов. Ну, как раз мы примерно закончим Стоунхендж. Кстати, я чудо не нашел еще никакого. Может, там у моего соперника какие-нибудь неплохие чудеса имеются. что, будешь меня обстреливать? Будет меня обстреливать. А у меня хилка следующим ходом. Как мне повезло. Ну, здесь не очень ставить город, конечно, тут, между прочим, просто со временем могут у меня добавиться эти алмазики. так, тут три хода. Обстрелял. Какой ты молодец у меня. хилк? Так, пока тут ничего интересного. Кстати, а он вышел? Он еще древнее. Кстати, что-то я вообще не смотрю, какие у него технологии открыты. 40, 31, он колесо открыл. Что, в математику идет, что ли? Ну, это у него все открыто. Интересно. ух ты. Коляски, ничего себе. Это интересный ход. Походу, мне надо отступать. то есть, он открыл колесо для колясок. Похоже, мне надо в construction. Хотя, давайте мы тоже в колесо заглянем. подстава. Ладно, отступаем. Ну, тут сложную. вот у нас лагерь, например. Тут вот проход есть. Сложно вот тут, например, прорваться будет, если что. Так, плюс пять. пожалуй, ну, сейчас откроем коляски. Парочку колясок тоже можно построить. Ну, просто у колясок сильнее атака, поэтому он и вышел сам в коляске. тоже вышел в классическую эру. Да, в математику. Неужто пойдет? Мне прям интересно, ради висячих садов или ради катапульты? Ну, у него близко, видите, вот у него тут, где границы. Это же, блин, и не проплыть. Ну, наверное, я смогу все-таки морские караваны отправить. Другой вопрос, стоит ли вообще караваны отправлять? Может, стоит третий город поставить? Но, если я поставлю третий город тут, одно дело, вот тут ко мне пробраться будет очень тяжело, а другое дело, вот здесь я поставлю третий город, вот тут. Место хорошее, я не спорю, но, блин, оно берется только на раз-два. Ладно, попробуем тут прорваться, мне все-таки интересно узнать, где мой соперник. лечилку следующим ходом получу, поэтому я тут так настырно возможно, мне стоит надо будет и дорогу построить. блин, мне бы в слоны наверное выйти, это будет ну, почему мы не отходим, так, вот он, вот его город, железо у него, как и у меня есть. Ну, можно в два пути идти, и в голиасы, и в слоны. он тоже в два города играет, но я бы на его месте тут город, конечно, поставил, тут неплохое место. С другой стороны, ему может там невыгодно город ставить, по той простой причине, что не будут к нему караваны бегать. Вот в чем дело. Так, давайте лечиться. Знаете что, давайте-ка рабочего построим. Мне нужны плантации. Сейчас я возьму пантеон на плантации. Ну, правильно, на плантации эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еду от бананов не очень. У меня и так нормально с едой. А семь культуры в ход это неплохо. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в оффлайне и абсолютно бесплатно всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.RU и скачивайте интересующий вас город. Давай, давай, нападай на меня. Так, здесь пока постоим. Попробую, наверное, лучникам помочь. Здесь построим еще одну коляску. Хотя я уже метких луков открою. Лучше метких луков. После этого то есть с нацколлежем я, в общем, поспешил немного открывать. Ну, если философию открывать поспешил. Что у него с армией? Он клепает армию. Будет меня нагибать. Так, с трилемой все ясно. Морские караваны пускать не надо. Да. Он только три традиции взял. А, ну, три, хотя. Такое ощущение, что он, наверное, честь взял, слишком у него плохо. Он может генерала взять, бахнуть тут город, и как бы не очень будет приятно. мне. Че, все еще стоит моя трирема? Ну, давайте попробуем спасти ее. Что-то у него с производством то получше, чем у меня. дело в том, что у меня единственное нормальное место, куда город поставить, это здесь. А он мне не даст поставить. У него там армия. и, собственно, я боюсь, что он его быстро заберет. Но убили все-таки трирему. есть ли есть ли вообще мне смысл ставить там город? То есть, смысл был двух городов, чтобы быстро выйти в нацколледж. Вот, я в него вышел, но проблемы никуда не делись. Хорошо, что у нас со слонами. Давайте пойдем в деньги сначала. Вообще, караваны не помешали бы, конечно. Так. почему у него настолько хорошо с производством, в отличие от меня. Могут ли у него быть копии, например? Как вы думаете? что у него с золотом? Ну, 6-2 не очень. Но он может апнул. Хотя мне все-таки кажется, тут важнее закрыть традицию, чем брать честь. Тем более, что я от варваров отбиваюсь, но в его случае ему честь может помочь бахнуть город под меня и, соответственно, генералами пытаться тут пролезть. Дорогу строить не хочется, честно говоря. У него к тому же есть горы, например, а у меня их нет. Я просто не знаю, стоит ли у него город рядом с горами. Но у него тоже холмы, то есть у него место тоже очень неплохое. Вроде как. Давайте нацколледж попробуем. Но он вроде философию не открывал. Я его по науке неплохо опережаю. колеасами сложновато будет его брать, потому что вот видите, у него тоже такой залив, как у меня типа. Ну и меня тоже колеасами сложно брать. Даже фрегатами не очень. Тут больше, знаете, на такую наземную дуэль будет похоже. Я не хочу деньги тратить на апгрейд юнитов, честно вам скажу. Да, с производством у меня хуже, чем у него. Но по армии я его догнал в принципе. даже клетки нету никакие смысла покупать. Хотя может вырубить, знаете, что, давайте я вот тут вырублю лес и шахту построю. Быстрее будет нацколледж. Висячие сады. А что тут такого в висячих садах? Я не пойму. Вот у меня плюс два счастья. А, у него счастье немерено счастье, потому что он просто не вырос. Что тут прям вот сады прям имба. А вот что тут неплохо будет, это наверное храм Артемиды. Ну, потому что там всякие арбалеты, например. четыре хода. Да, тут, конечно, воля бы лучше была. Воля была бы лучше, я думаю. Сразу меня обстрелял и посмотрите. Гад какой. Так. Рабочий дадим он. Что нам тут надо? да? Ну, давайте еще одного метка лука на всякий случай. И все, пока. ща оракул нужен. Мне лучше оракул построить, чем храм Артемиды. По той простой причине, что exploration три дополнительных молотка на морской карте это всегда клево. Построю коняшку, сбегаю ему отсюда в тыл. Ну, а че он тут меня ждет? Что, он не знает, что отсюда еще можно прибежать? Ну, вот, видите, деньги у него открыты, а философия нет. Может, у него там под Петру вообще как бы пустыня есть? Слушайте, если у него там пустыня у голландца и есть пойма, это трындец. Между прочим. Там же эти голландские голландские полдеры мрак. так, 9-5. Так, 9-5. глядь. Ну, вот, он меня уже догоняет по еде. Вообще, надо бы караваны пустить. Наземные. глядь. О, так я и знал. Будет атаковать, я смотрю. Ладно. Но он традицию закрывает, честь не берет. не хватает чуть-чуть купить. Да, сейчас будет жара, судя по всему. У него место тоже неплохое оказалось. Самое интересное, что мне уже на континенте некуда город ставить. так, ну, я закрою традицию. вообще, конечно, храм Артемиды был бы неплох. Я боюсь, как бы он его не строил. Но я надеюсь на свою местность, что тут сложновато продавливать. и караваны нужны. да, храм Артемиды построил. Сейчас он начнет клепать чисто стреляющие юниты. Так, мне нужна дорога. что у него? Что у него? так, ну, вот он в философию тоже вышел. Вопрос, будет ли он строить нацколледж? А, он не будет строить нацколледж, потому что он только что третий город поставил, у него просто нету возможности нацколледж построить. То есть, хотя бы это у меня шанс. у меня до моих слонов раз, два, три, четыре техи всего-то. А он сейчас будет стреляющих юнитов фигачить. Ой, что это? Так, ну, он традицию не закрыл по той простой причине, что он брал честь. А я честь не брал, я сразу закрыл традицию. Возможно, он будет более прав, чем я. Блин, и оракул хочется построить. Ну, и юниты надо строить. Он тут постоянно скаутом прыгает, смотрит, какие у меня тут, кто у меня тут стоит. Ждет, когда можно будет начать атаку. Но мне тут хорошо, что у меня тут джунгли. Он не видит дальше вот этих двух юнитов. Он не знает, что у меня тут. Он открывает демографию и видит, что у меня юнитов больше, чем у него. То есть ему надо хорошо готовиться. У вас еще правило, что нельзя на последней секунде ставить ходить. Ну, шифты, естественно, запрещены, так что ему надо будет постараться. не пока не буду апгрейдить, Но он пока юниты не строит. Пока. Хотя у него и еды, и производства больше, чем у меня. Но у меня наука круче. У него нацколледж не... Хотя может... Нет, он не мог построить нацколледж. Он практически одновременно поставил третий город и вышел в философию. не философию. Не в философию. Продолжение следует... Кстати, я думаю, что он караваны тоже отправляет. Сомневаюсь, что у него с едой... То есть у меня и так дофига еды, а у него так хорошо с едой, потому что он караваны отправляет. Но все еще мне так кажется. Так, слушайте, а библиотеку так никто и не построил, что ли? Блин, вот печаль. Он может библиотеку построить. Может попробовать библиотеку мне построить и когда гильдии откроют, сразу взять кавалерию? Понятно. Вопросов больше не имею. Вот, он вышел в средневековье, походу в гражданскую службу... Нет, в гильдии. В гильдии вышел. Ну, мне-то, кстати, более на руку я смогу построить. Блин, мне надо третий город, похоже, ставить. Вот здесь, например, хотя бы. Для этого мне надо открыть оптику. Он, наверное, Мачу-Пикчу очень хочет построить, чтобы у него деньги были. А, вот почему он так быстро чудеса строит. У него мрамор. На минуточку. Так, ну я, наверное, распущу этот юнит, потому что вряд ли у меня будут деньги их апгрейдить. Так, он юниты, похоже, не строит. Хотя, вон 27, ну, на один юнит больше. Поэтому я думаю, что я здесь построю поселенца. 12 ходов. Оракул еще плюс 3 будет давать. То есть я довольно быстро exploration приму. Тут exploration важнее, чем рационализм, потому что 3 молотка. Тем более, что мы тут воевать будем, и я отстаю от соперника по производству. Он у него, он уже вырос больше, чем я. Печалька. Ну, он вышел в гильдии, а я вышел в гражданскую службу. Давайте-ка мы оптику откроем. А потом уже вот так. Он закрыл традицию. А может здесь пос... Блин, ну... Лучше тут, наверное, все-таки ставить. Вообще, надо туда поплыть просто дуболомом. И выяснить. Так, ну я пока не вижу, чтобы он армию устроил. Блин, он купил эту клетку. Или сам у него город добавил. Ну, это очень нехорошо. Мне ее надо было самому покупать. Когда было 60 монет. Ну, вот, 7 ходов до молотков. Так. Что мне надо? Чеченица. Рыб нет вообще нету. Маяк смысл нету строить. Павзолей геликарнастский. Так, давайте рынок. Так, давайте рынок. Рыб нет. Павзолей геликарнастский. Так. Кажется, Вон там какой-то копейщик ходит, бродит. Так, конюшни. Нет, не очень. Маяк. В принципе, ради одной рыбы можно маяк, потому что она и еду даст, и производство. Счастья мне пока не надо. Ну, видите, он тут дорогу ведет. Ну, что ж у него так с производством-то все хорошо? Ну, мне 11 ходов до слонов. В принципе, меня это устраивает. Гражданскую службу он не открыл до сих пор. Прямо, наверное, в арбалеты идет. Возьму на производство. Потому что у меня проблемы с производством. Плюс 7%. Ну, вот это место, мне кажется, неплохое. Так что я попробую туда поставить город. Сейчас я попробую туда. Главное, что варваров пока нету, как-то меня напрягать. Так, шахту достроили. Да, у него какое-то чудо. Я почему-то думаю, что это копия целя Соломона, судя по производству. Как минимум. Потому что я-то не нашел вообще ни одного чуда. Так, маяк. Что с армией? Ну, походу, знаете, он, наверное, в арбалеты идет. И тогда будет строить. Но для арбалетов ему нужно инженерное дело, оно еще не открыто. А у меня восемь ходов до моих слонов. Возможно, вот он зря не спешит. Стоит ли чеченицу строить или достаточно будет арены? Я думаю, что достаточно арены и надо будет конюшню, потому что у меня же слоны это типа верховой юнит, да? Считается, да, то есть будет к нему плюс производства. Как раз шесть ходов. Так, следующим ходом плюс производства возьму. Ну, ну, у него, конечно, видите, как круче, но у него три города. В принципе, я тут тоже построю конюшню и начну слонов фигачить. Сначала принимаем политику, а потом ставим город. Так… 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 четыре хода Немножко догнал Походу у него джунглей нет, а у меня тут куча джунглей Ну это такая местность Сиамская В принципе Хотя у Сиама У него настройки не в лесу Родится вот так Так, деньги у меня появились Ну наверное имеет смысл апнуть Этого лучника Так, он там какую-то армию Строит Что у него Вот, он открыл инженерное дело Все, он начинает открывать Арбалеты Теперь только у меня вопрос Идти ли мне в арбалеты Да, наверное мне тоже надо идти в арбалеты Так Может купить эту клетку? Может купить эту клетку? Знаете, мне в некотором смысле повезло Что у меня фактически нету морских ресурсов То есть Варвары мне особо И не мешают Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, вот это очень неприятно Субтитры делал DimaTorzok Да, он у меня В развитии Ну, вот видите, производство я вот догнал У него там и деньги есть И все у него есть И Ну Технологии у него больше Потому что я открываю более дорогую технологию Просто Блин, ну вот конь не в тему совершенно Так Слон Видите, плюс 15% от здания И плюс 8% от религии То есть плюс 23% Видите, плюс 5 молотков Имеем К строительству юнита И мне, кстати, лошади не нужны Так что если варвар их разграбит Я Не расстроюсь Ну, он еще арбалеты не открыл Но у него, конечно, арбалеты будут быстрее строиться, чем мои слоны Потому что Потому что Эти слоны 80 стоят А арбалеты тоже 80 Но у него Бонус от Артемиды Хотя, слушайте, а у меня бонус от От Конюшен Так что Тут так Двояко А зато он Мачу-Пикчу построил Сразу денежки у него в рост пошли Блин, тут эти клетки скупает В эту сторону Слонами Побегу, наверное Ну, мне с ним надо что-то делать Иначе печаль Так, отойду Повернулся И мне тут Варвары Очень меня расстраивают Где? Ну, вот видите Вот тут все Единственная клетка, которая не видна Там, собственно, и Появилась Так, пойдем чинить А у него уже 4 города Нифига себе Это он суров Так Амбар Ну, пойдемте исследовать Что тут у нас Может, какое чудо Я, как всегда Хреново встал Что за чудо Не дотягиваюсь Так, что у нас 373 Все еще он не открыл Я вот думаю Имеет ли мне смысл Построить стену Просто Я наклепаю слонов А у него стена И он там Отбивается от меня Своими Арбалетами Ну, и железо еще Ну, в принципе Это место неплохое И овцы тут И все И прочее О, апнул В метка лука Заставил Денежку немного Потратить Так Производство Так, походу У меня Караван прекратил Бегать Или нет Что-то Сисичи на лайне Особо растет Чеченица Чеченица О, фудзи Ну Что поделать Так Оставим Тут Эту коляску Засвечивать Пока Местность А, здесь Было меньше Потому что Видимо Рыба была Заблочена Варварами О, судя Потому что На два Хода Стало Да Он открыл Арбалеты Заблочена пикинеры хороший выбор но он возможно не помнит что у меня слоны могут плавать слушайте а нафига тогда я тут строю дорогу или правильно что я строю дорогу а Кто-то медкалуг подходит Так, началась серьезная игра Он, конечно, там явно арбалеты строит Апгрейдить у него пока денег нету Блин, случайно здесь рынок построил Вместо того, чтобы слонов фигачить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так... Так... Вот и арбы появились Может мне напополам делать? То арбалет, то слон Слон ДимаTorzok У него, кстати, несчастье Ну что, будет у него лечилка? Не хотелось бы Сейчас я вам скажу ДимаTorzok 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 То есть, круче мушкетеров Аркебузеров Ну, мушкетменов Нормально, да? Аминь. На этом пока всё. Игра получилась длинной, так что разобью её на несколько серий. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досверяли до конца. Вы слышали Лёшу Халецкого. Канал Лёша играет. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь Дуагис и играйте в умные игры.